Белые грызуны на столе лабиринта не сразу находят нужное отверстие. По времени поиска можно определить, в какой фазе биологического ритма они находятся. Испытания на крысах проводятся с целью определить воздействие тех или иных веществ на суточную активность. Примерно такие же сбои биологических часов возникают у человека, вызывая болезненные состояния при смене часовых поясов или режимы сна и бодрствования. Задача экспериментов — найти вещества, которые помогут быстро адаптироваться к новым условиям. При помощи теста лабиринт Барнс можно оценивать именно действия конкретного вещества на различные параметры циркодианной ритмики, в том числе на высшие когнитивные функции, такие как память. Все живые организмы живут в соответствии с суточным циклом Земли. В случае сбоя, например, при авиаперелете или в космосе, где нет внешних временных сигналов, следствием является чувство усталости и недомогания. Этой проблемой занимаются ученые на кафедре физиологии человека и животных Самарского университета имени Королева. В прошлом году научная группа получила грант Российского фонда фундаментальных исследований, который позволил выполнить целый ряд принципиальных исследований. В результате обнаружено, что определяющую роль в настройке биологических часов играют два регулятора. Это вещества аргинин-вазопрессин и вазоактивный пептид. Данные подтвердены электрофизиологическими методами. Клетки среза головного мозга животных изучаются под микроскопом, под воздействием электрических импульсов. Основная задача – получить адаптоген, который помог бы адаптироваться к таким резким смещениям ритма жизни. Мы выяснили, например, что вазопрессин повышает активность многих клеток в биологических часах и вызывает, может, сдвиги, но, правда, небольшие сдвиги биоритмов. Сейчас исследования продолжаются. В случае успеха будет найден способ быстро отладить свои биологические часы на новый ход. Настроиться на другой часовой пояс или сменить режим дня и ночи может стать проще, чем перезагрузить компьютер. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова